Программа «Новая школа» в студии Арина Смолякова. Здравствуйте! В начале программы немного о событиях в сфере московского образования. В Московском государственном техникуме технологии экономики и права имени Красина состоялась встреча с партнерами техникума. Предлагаю вам посмотреть сюжет. Тема встречи – развитие техникума в новых социально-экономических условиях. На встрече присутствовали представители Министерства образования и науки и Департамента образования Москвы, преподаватели и родители студентов. В заключительной части выступили студенты техникума с музыкальной программой на английском языке. Одним из зарубежных партнеров техникума имени Красина недавно стал Британский колледж. Студенты техникума знакомятся с английской культурой и изучают язык. Перед системой образования в принципе в Москве стоят совершенно иные задачи, чем они стояли даже два года назад. И система на 2010 год была достаточно непрозрачной и варилась сама в себе, что называется. И с конца 2010-го, начало 2011-го года стали происходить действительно системные изменения, которые захватывают все уровни образования, и в том числе среднепрофессиональное образование. Сейчас среднепрофессиональное образование, оно, конечно, должно быть ориентировано на рынок. Это важно, когда колледжи начинают сотрудничать активно с работодателями. Если раньше они финансировались по одной схеме, и прием на специальности, он, в общем-то, не очень коррелировался и не регулировался рыночными механизмами, то сейчас эти рыночные механизмы создаются и достаточно активно внедряются. И даже на примере техникума имени Красина это можно посмотреть, потому что если в 2008 году здесь в принципе не было ничего, очень закрытое было учреждение, о котором никто ничего не знал, то требования, в том числе и к прозрачности, они, собственно, здесь уже достаточно понятно, как отрабатываются. Учреждение открывается, оно открывается и социальным партнерам, и родителям, и государственным структурам, для того, чтобы действительно, а, продемонстрировать свой потенциал, и, б, быть полезным, чтобы люди знали о том, собственно, какие специальности готовятся и чем эти специальности хороши для экономики. В московских школах состоялся финал девятого фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств». Участниками фестиваля стали все школы, лицеи, гимназии и другие общеобразовательные учреждения Москвы. Главная задача фестиваля – выявить одаренных детей и лучшие детские творческие коллективы. Одаренные дети. Собственно, это и есть тема нашей сегодняшней программы. Когда ребенок с самого раннего возраста стремится к знаниям, когда он усваивает информацию гораздо лучше, чем его сверстники, когда обычная школьная программа ему неинтересна, как и чему его учить, и какой должна быть школа для таких детей. Наша съемочная группа побывала в единственной в Москве школе-интернате для одаренных детей. О том, как обучают детей с необыкновенно высоким интеллектом, в нашей программе рассказала заместитель директора школы-интерната «Интеллектуал» Марина Викторовна Лилеева. Ученые, особенно Англии, в конце XIX века занимались этой проблемой. И в XX веке, вначале, были созданы такие школы, пробовались в Америке, в Англии. У нас где-то в 80-х годах начали активно об этом говорить с прошлого века, где-то в 80-е, 90-е годы, и ученые заговорили о том, что наша страна богата одаренными людьми, талантливыми людьми, и как было бы правильно создавать специальные школы для обучения таких детей. Получается, что одаренными детьми в России начали заниматься не так уж давно. И школа-интеллектуал одна из первых в этой области. Марина Викторовна, расскажите, пожалуйста, как вы отбираете детей для вашей школы, по какому принципу, как вы определяете, одаренный ребенок или нет? Как мы отбираем наших детей? Есть специально опробированная методика, которая создавалась вместе с психологами, с учеными, с физиологами. Наши дети заранее записываются на пробные собеседования и проходят тестирование в три этапа. Первая – это обязательная математика. Базовая программа, совершенно как учат во всех школах. Ну, там за 40 минут надо 20 заданий выполнить. Вот, и подсчитываются баллы. И тут же в этот день они сдают два предмета по выбору, по предметам, интересующих их. И как бы они должны там показать задания, обязательно знания глубже, чем есть вообще просто, базовые. И подчас, конечно, удивляешься, как дети знают глубоко и точные науки, и историю, и все. Вот это как раз те одаренные дети. Второй этап – обязательно творческая работа. Это защита в режиме конференции. Творческая работа – что это такое? Ребенок, допустим, унашивает какие-то мысли. Что-то его интересует. Ну, происхождение денег. Или, я не знаю, есть ли жизнь на Марсе. Он много читает, он много анализирует прочитанного. У него какие-то есть свои гипотезы, свои умозаключения. Это все оформляется в работу. Он ее сдает в жюри и сам докладывает. Это могут быть и таблицами сопровождаться, и графиками всевозможными. Шесть лет мы набирали только в пятый класс, потому что это первая школа вообще в России для одаренных детей. И ее мы строили и продумывали все, и решили, что трудно в младшем возрасте так вот определить точно одаренный или просто он наученный, или просто он высокоразвитый ребенок. Но первый набор у нас был в позапрошлом году в начальную школу. Теперь мы набираем начальную школу в пятый класс дополнительно и в седьмой, но это уже звездочек. Потому что так на школу все время было, что с пятого по одиннадцатый. Но ведь существуют разные виды одаренности. Бывает академическая одаренность, то есть когда ребенок именно хорошо учится, хорошо усваивает материал. Бывает одаренность, например, лидера. Бывает нестандартность мышления или творческая одаренность. Вы берете детей с разными видами одаренности или какого-то одного типа? Существуют разные дети с разными видами одаренности, безусловно. Кто-то явно склонен к математике, аналитический склад ума. Кто-то гуманитарий, но, понимаете, математика – системообразующая наука. Мы этому уделяем большое внимание, потому что талантливый гуманитарий, он тоже должен основы какие-то математики. Это логика. И у нас такой эксперимент получился очень удачный. Скажем, в начальной школе математик дает детям элементы высшей математики. Они учат геометрию, стереометрию. И дети, будучи в конце первого класса, в прошлом году давали открытый урок в седьмом классе. И, знаете, заткнули просто за пояс в седьмой класс. Это так. Они… То есть вот когда говорят, ой, это рано детям знать. Нет. Никто не знает границы восприятия вообще. Так вот, да, мы берем разных детей. Бывают такие талантливые из породы гуманитариев или биологи дети, которые уже там к пятому классу, у них такие познания в биологии. Бывают дети, которые настолько склонны к экспериментальной деятельности. Я… У нас два раза в год защищают дети творческие работы. Когда дети выполняют научные работы и защищают их, иногда просто диву даешься. Я никогда не забуду мальчика Дима, он сейчас учится в МФТИ. Когда он был в шестом классе, еще, собственно, химию не проходят. Он защищал работу по химии, как из… На остатках вот вещества создается целый завод, который перерабатывает там нефтепродукты. И как этот завод действует, и все это нарисовано было, и все это обосновано с формулами, а ребенок был в начале шестого класса. Первое, что замечаешь в этой школе – тишина. Здесь нет звонков. Школьники и учителя сами решают, сколько должен длиться урок. Все учителя здесь – выпускники университета, некоторые имеют ученые степени. И тема уроков уже далеко за пределами обычной школьной программы. Уже вот поздно, так, 144, квадратный корень, квадратный корень считается сразу. Но если 9, потом плюс, да и все это в скобочках преподаватель. А почему не плюс? У вас будет минус 3. У вас будет минус. Я, конечно, тут равно воспринимаю. Я поинтересовалась, почему школа-интернат? Ведь здесь учатся только московские школьники. Оказывается, чтобы не тратить время на дорогу. От дома до школы и обратно с московскими расстояниями это может занимать около 3 часов в день. Лучше потратить это время на учебу, ведь в расписании у них в день по 10 уроков. Одаренность, она проявляется по-разному. Но прежде всего, у даренных детей есть склонность к научной деятельности. И просто некоторые не знают, не отдают должного внимания этому, когда маленький ребенок, у него наблюдается эта склонность, когда он что-то свое проектирует, когда он свое что-то придумывает в самом даже возрасте дошкольном. И очень важно не пропустить моменты. Вы знаете, я не согласна, когда иногда говорят, ой, да вот детей сейчас учат, так рано, они лишены детства. А что, детство – это такой бездумный образ жизни, только какие-то двигательные или какие-то игры такие, которые не несут и не развивают, и не несут никаких задач, не выполняют. Нет. И, кстати, уже опыт показал, что чем больше родители работают с детьми, чем больше они их развивают, чем больше кружков посещают, чем больше книг им читают, тем лучше они развиваются. Эта школа для детей действительно дом. Их не ругают за разбросанные по полу портфели. В библиотеке можно валяться на диване и даже спать. В общежитии комнаты на двоих-троих. Здесь везде идеальный порядок, и не скажешь, что живут дети. В школе, несмотря на домашний уют, строгая дисциплина. Нельзя ругаться, обижать друг друга. Ни в коем случае нельзя курить и приносить спиртное. У нас дети поднимаются половину восьмого. Там делают зарядку, водные процедуры. И очень строго мы следим за тем, чтобы вовремя легли спать, за режимом. Потому что детский сон должен быть продолжительным и должен восполнять силы. Но большие они, конечно, у нас бывает так. Выторговывают время, немножко попозже лечь. Но за ними смотрят, на этаже дежурные. Всех знают, всех привычки. И они знают, что задержаться поздно можно, только если это касается учения. Не просто почитать интересную книжку. Это, конечно, хорошо, но режим должен быть. Свободное время. У нас очень много кружков. У нас более 45 кружков. Это и археология, и архитектура, это минералогия, это кино, которое они сами снимают и получают международные премии. Это и химические кружки. Одних биологических, по-моему, около 20 всевозможных. И есть дети, которые, да, поступают еще в медицинские вузы, и они здесь получают... То есть они говорят, что первые два курса в МГУ и в медицинском им легко. Это очень важно. Потому что, а как получить удовольствие от учебы? Когда легко. У нас учиться трудно. Нет, не легко. Должна быть допустимая трудность, чтобы было интересно. Умение преодолевать это обязательно необходимо. И, кроме того, мы обязаны создавать еще территорию успеха. Потому что, если ребенка не поддерживать, ну, вот, не, ну, ты знаешь, это там обычное или что. Надо малейший успех отмечать. И у нас каждый модуль... У нас модульная система. Шесть недель учатся, неделю отдыхают дети. Видите, в конце каждого модуля мы их собираем в актовом зале и награждаем победителей всевозможных олимпиад, всевозможных состязаний и книгами, и шоколадками. И, понимаете, успех, отмеченный успех рождает и удовольствие, и желание и дальше, и дальше творить. Но даже одаренные дети все разные. Кто-то показывает высокие результаты, кто-то не очень. Иногда получается так, что ребенок уже проучился какое-то время в этой школе, но выясняется, что он не делает больших успехов, и что эта школа, в общем-то, не очень ему подходит. Марина Викторовна, как вы поступаете в таких случаях? Вы отчисляете за это ребенка? Вы знаете, мы не отчисляем детей за это. Но часто бывает так, что они сами уходят. Когда понимают где-то, может, к девятому классу, что они где-то на последних ступеньках, они не тянут по сравнению с остальными, бывает, что сами уходят в другие школы и все равно нас навещают. И бывает, что почти каждый день приходят общаться со сверстниками, со своими бывшими одноклассниками. И говорят, да, мне там делать нечего после нашей школы. Но, тем не менее, вот они там начинают чувствовать себя на высоте. Это тоже очень важно. Самооценка. Потому что когда заниженная самооценка, это плохо для личности, как она будет развиваться. Но некоторые уходят и возвращаются. Это совсем радостно. Понимаете, да. Вы берете обратно? Берем. Берем, потому что, ну, это же плохо, когда человеку некомфортно. Они перешли, да, они там себя чувствуют, как сказать, высоко в силу своей развитости, которую здесь получили, в силу обученности. Но им скучно. Их тянет сюда, потому что здесь, может быть, трудно. Но когда, понимаете, преодолев трудности, человек растет, так личность развивается. По наблюдениям психологов, дети, которые опережают своих сверстников в интеллектуальном развитии, очень часто отстают от них в эмоционально-личностном развитии. И это создает проблемы в общении, как со своими сверстниками, так и со взрослыми людьми и с преподавателями. Марина Викторовна, расскажите, пожалуйста, что вы делаете для того, чтобы помочь этим детям справиться с проблемами в общении, и как вы помогаете им адаптироваться в обществе? Понимаете, помимо того, что мы учим их наукам, их еще нужно социализировать, то есть то, чтобы они смогли жить в обществе. И еще и думать не только о своей карьере, но еще и быть полезным для общества. И кроме того, это и поведение, это этика взаимоотношений, что очень важно. Потому что да, что греха таить, часто ученые, которые не могут общаться с коммуникациями, да, проблема. Хорошо, когда позже начинают, а то бывает, что и просто работают по своему графику, и вообще не могут, и вообще им лучше только одному. Вот эта проблема, мы над ней очень работаем, и у нас очень много педагогов, и, как я сказала уже, у нас 80% мужчин, молодых мужчин. Но, как доказано уже и психологами, что очень хорошо, когда коллектив педагогов разновозрастный. Кому-то можно подойти как к матери, кому-то можно быть с кем-то друзьями. И у нас, так как очень молодой коллектив в основном, и они, скажем, геологическая экспедиция, скажем, археологическая, они даже могут там быть на рты, но наступает учебный момент, и там, конечно, уже эти грани отдаляются. Но, как это важно, прийти с какой-то проблемой к молодому другу и поделиться, ему еще предложат попить чаю в кабинете вместе, и снимается вот это напряжение. У нас много всего, во-первых, в школе бывает, у нас приглашаются и какие-то барды замечательные, всем известные, все барды, которые самые талантливые, известные, бывают у нас. Они с удовольствием к нам приезжают. И мы ездим и в консерваторию, кто хочет, вешаем объявление, что вот состоится концерт в Большом зале консерватории, там, Бах, Биткоин, кто хочет, кто-то едет. Но, кроме того, у нас очень поставлена сильно мировая художественная культура, раздел, то есть дети и музыку серьезно изучают. Мы говорим, что да, кроме того, что ты математика-физик, ну, должно быть всесторонне развитая личность, должна быть. И стыдно не знать, не различать, и просто не знать, что были Бах, Биткоин, Моцарт, Шопен, там, Римский, Корсаков. И очень глубоко дети проходят. И архитектуру, и скульптуру, и кино, и музыку – это важно. И зачет издают в Третьяковской галерее, и в Пушкинском музее. Вот. Всесторонняя развитая личность – это, конечно, это, как бы сказать, наша цель, и это важно. Кем же становятся выпускники школы для одаренных детей? Конечно, учеными, преподавателями вузов. Некоторые возвращаются преподавать в родную школу. Интересно, что они не хотят уезжать из России. Молодые ученые считают, что скоро их талант понадобится и на родине. В ближайшее время в Москве будет создана ассоциация школ для одаренных детей. Туда войдет и школа интеллектуала, о которой мы только что говорили. Школы, вошедшие в эту ассоциацию, будут руководствоваться единой методикой. А готовить педагогов для этих школ будет Московский городской психолого-педагогический университет. Ведь в конечном счете именно от педагогов зависит, сможет ли ребенок проявить свою одаренность. И в заключении нашей программы я хотела бы рассказать об учителе одной из московских школ. Ольга Михайловна Шевченко, учитель английского и испанского языков, Центра образования номер 324. Несмотря на свой молодой возраст, она лауреат окружного этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2012». Ольга Михайловна наработала собственную методику обучения иностранным языкам. Благодаря этой методике у детей уже в начале обучения появляется интерес, мотивация к изучению иностранного языка. Мы используем самые новейшие разработки педагогики, свои собственные наработки, погружаем детей в языковую среду. В этом году мы предложили детям на выбор второй иностранный язык с 8 класса. Это испанский, французский и немецкий. А чтобы помочь учащимся выбрать тот или иной язык, то или иное направление, мы не просто спрашивали их мнение, мы вовлекали их в проекты. Один из них вы видели сегодня. И учащимся было легче сделать свой выбор. И вот в частности я преподаю испанский. Мы ввели с 8 класса в этом году. Учащимся предложили выбрать. Прошло всего несколько уроков. Мы уже научились говорить, мы уже можем поприветствовать друг друга, мы уже можем узнать у иностранцев, как у них дела, и рассказать что-то о себе. Ту постановку, которую вы видели сегодня, показывали дети, которые не изучают испанский язык совсем. Это учащиеся 9 класса, им повезло меньше. И они изучали испанский язык, скажем так, на ходу, готовясь к этому проекту. Дети готовят спектакли, исполняют песни на английском и испанском языке. Даже если они до этого язык не изучали, дети быстро погружаются в языковую среду. И последующее обучение уже дается им легко. Мне вообще очень нравился этот язык, ну, уже давно. То есть, я вообще думаю его начать учить. Потому что очень красивый. Мне нравится. На этом наша программа подошла к концу. Напомню, что мы сегодня говорили о одаренных детях. Мы обязательно вернемся к этой теме. С вами была Арина Смолякова. До свидания. Всего вам доброго.